Из-за высоких цен на сахар тысячи предпринимателей в Казахстане оказались на грани банкротства. Они просят помощи у Минсельхоза. Производство, по их словам, становится нерентабельным. В проблеме разбирался Алишер Накипов. На грани банкротства высокие цены на сахар теперь всерьез ударили по бизнесменам. Под ударом оказалось сразу 60 тысяч объектов общественного питания. В профильной ассоциации отмечают, кафе и рестораны до сих пор пытаются вернуться к уровню рентабельности двухлетней давности. Сейчас работать нормально не позволяют цены на сахар. В некоторых регионах сладкий продукт или совсем отсутствует, либо продают его с бешеной наценкой. Практически у каждого заведения долги на десятки миллионов тенге. А решиться и повысить средний чек, говорят бизнесмены, не выход. Так можно окончательно растерять всех клиентов. В 90% меню используется сахар. Начиная от хлеба, мяса. То есть он везде абсолютно идет, по чуть-чуть, по чуть-чуть, как маринад, может быть, соусы всевозможные. Цена на него стала просто космос. Вы сами понимаете. По 800-900 тенге килограмм сахара. Цены поднимать это просто нереально, нерентабельно. А дело в том, что у нас и так 30% клиента отток произошел во время пандемии. Если более крупный бизнес эти проблемы, скорее всего, переживет, то вот мелким кондитерским и кофейням придется непросто. В среднем такие заведения могут использовать до 100 килограммов сахара в день. Раньше мы могли спокойно обратиться к нашим поставщикам и купить сахар по приемлемым ценам. Сейчас же все сильно изменилось. Стоимость продукта выросла аж в два раза. Килограмм отдают за тысячу тенге. Но иногда даже за такую цену сахар купить не удается. Дошло до того, что мы самостоятельно ищем его на прилавках рынков и магазинов. Впрочем, и другим заведениям приходится не сладко. Например, этой пекарне, чтобы производить хлеб, выпечку и прочие кулинарные изделия в месяц, необходимо до 500 килограммов сахара. С учетом новых расценок на сладкий продукт, приходится тратить миллионы тенге, говорит бизнесвумен Екатерина Васильева. Со слов предпринимательницы, высокая закупочная цена на сахар уже привела к тому, что пришлось сократить выпуск компотов и морсов. Для нас эта ситуация, это ситуация банкротства. Нет сырья, нет работы. Что я могу сделать? Не сегодня, а завтра мы просто можем закрыться. Нам не с чего делать. Более того, мы, конечно, можем спокойно покупать, спокойно наоценивать, но тогда вы должны, как потребители, быть готовы, что вы будете покупать булку хлеба, простого пшеничного хлеба по 500 тенге, а ржаного хлеба по 1000 тенге. Министр сельского хозяйства пообещал, что к осени стоимость сахара нормализуется. К 2025 году страна нарастит его производство. Оптимизм коллеги разделяет и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Наша задача – обеспечить доступ к сахару всем. В этой связи мы будем модернизировать наши заводы по производству сахара, а также работать с иностранными поставщиками. Считаю, что этот комплекс мер позволит нам в полной мере обеспечить сахаром как население, так и бизнес. Предприниматели, в свою очередь, отметили, что ждать до осени не могут и просят чиновников выделить им дополнительный сахар по приемлемой цене. Он нужен им только для производственных целей, иначе многим из них грозит банкротство. Алишер Накипов, Эрстамбек Оспанов, Хабар 24.